всем здарова сами жарко сергей обуван и сегодня у нас будет обзор на не так давно на китайском рынке появились бюджетные подвески которые уже многим пришлись по вкусу у систем данные траки называются pro classic tracks 32 миллиметра собственно вот сами подвески в их полной комплектации отверточка стандартная подвески конечно же почему-то 9 винтиков вместо 8 это и к лучшему и также четыре гаечки из системы лук над итак рассмотрим данные подвески поподробнее самые большие плюсы данных подвесок это единая ось то есть у обычных ты человек овских подвесок оси и они вкручиваются в хэнгер по краям и обычно постоянно вот эти вот места они разламываются и оси вылетают здесь такое невозможно потому что ось единая это первый плюс второй плюс как на кемпине так и на сях гайки системы лук над огромный плюс не нужно покупать их отдельно тратится не на что покупать подвески сразу же с хорошими гайками которые не будут раскручиваться эти плюсы то я обсказал что их такой достаточно изящный внешний вид хэнгер чем-то похож на в рт-шный база у них стандартные тачдековские базы тут ничего нового нет сами хэнгеры выглядят достаточно красиво на мой взгляд еще безусловно плюс этих подвесок в том что ширина их осей 32 миллиметра сейчас я сравниваю эти траки с брт даже откручу колеса так вот мы видим брт вот мы видим новенькие траки от систем и надеюсь то что на камере хорошо видно хэнгер у этих подвесок ровно на 1 миллиметр меньше чем у брт сейчас я возьму вот такой специальный измерительный прибор и по мере уже на сто процентов я не знаю видно или нет но вот вот здесь вот смотрите ровно 32 миллиметра а брт по всем 31 с половиной и главное не стоит забывать о цене то что эти траки у систем стоят всего лишь 900 рублей на сколько стоит брт я думаю вы и так догадываетесь по моему уже к пяти там стремится ценник если не ошибаюсь ну или четыре с половиной где так за сумму 2 брт шик можно купить 10 таких подвесок или 5 комплектов короче честно я не сказал то что есть какая-то прям таки существенная разница по внешнему виду кстати еще одним огромным плюсом этих подвесок является то что на них можно поставить любые колеса то есть любые колесики с двумя подшипниками на них станут спокойно в отличие от тех же брт шик на которые колеса с двумя подшипниками не поставить или скажем планктун и которые плохо тоже стоит на брт ну гайки там не до конца закручивается бывает вот так что для меня чуть на миллиметр укороченный хенгер это наоборот огромный плюс я собственно всегда об этом говорю что не люблю брт из-за того что на них не стоит колеса все в этом плане у траки я просто обожаю потому что колеса с двумя подшипниками это максимальная плавность ни одни колеса по плавности не сравнятся с дуалами мы поговорили о явных плюсах данных подвесок по поводу минусов что я заметил в этих траках полностью отсутствуют пивоткапы то есть вот здесь вот если кто не знает что такое пивоткап это такая прокладочка которая вставляется между базой и хенгером и не позволяет как бы хенгеру люфтить в подвеске вот делает повороты более плавными так скажем ее просто нет сделать такие штуки проще простого самому не знаю проводка от наушников просто отрезаете и вставляете внутрь судя по всему сейчас траки они вообще закручены железобетонно так что они вообще не поворачивают абсолютно если их под раскрутить и не знаю как себя будет вести тюнинг то есть нужно поставить их на доску собственно вот это второе по поводу тюнинга неизвестно третье это конечно долговечность по этому поводу тоже что-либо сейчас сказать сложно потому как ну чтобы рассказывать о долговечности и прочности этих подвеск нужно на них покататься и понятик чему но в любом случае сейчас я поставлю их на доску и посмотрю как они себя ведут я поставил траки на доску собственно вот такой получился комплект с досочкой от айди я заменил стандартный тюнинг поставил бушинг и rings не знаю насколько они хорош или плохие но мне показалось то что они здесь как-то лучше смотрятся чем стандартные стандартные кажется слишком мягкие ну и какие-то просто как от тэчдек не знаю наверно не видно будет но я еще поставил сюда пивот капла джерси семен мне когда-то их давно подарил и вот они собственно пошли по назначению в айс траки они стали идеально ну что могу сказать на этом комплекте уже покатался около часа траки просто бомба если поставить хороший тюн то это будет просто офигительной подвески если у вас обычные стандартные колесики которые там подходят на брт динамики то советую конечно еще поставить сюда спейсеры чтобы это как бы дело получше сидела но я поставил колесики от планктон и они собственно на этих траках сидят просто идеально также как и любые дуалы на них станут просто обалденно что касается веса у меня нет возможности их точно взвесить сравнение там с брт но по ощущениям я не знаю может просто доска тяжелые или колеса тяжелые но по ощущениям комплект вообще получился увесистый то есть достаточно тяжеленький такой во всяком случае не могу сказать что по весу они похожи на обычный тэчдек еще хочу рассказать про такой нюанс что когда вы делаете на этих подвесках смит или фибу кинпины здесь недостаточно сильно выпирают вот они первое время могут как бы цепляться и царапать фигуры там на конкрет или краску на металле деревянной фигуры но это типичная проблема свойственная также и брт когда они траки новые кинпины короче могут цеплять за фигуры надо сказать что меня это не сильно радует ну тут как бы кому как если вам без разницы то можете оставлять так а я лично предпочитаю вот эти кинпины просто взять напильник и обточить немного чтобы они стали чуть короче и чуть более гладкими этого можно в принципе не делать то что времени мне все равно сами по себе немного сточатся и станут более гладкими но я как бы предпочитаю сделать сразу по поводу самих подвесок ни одна гайка тут вообще не раскручивается но стоит стандартные локнаты такие же как и на всех остальных подвесках там брт и прочее целом думаю сказал я про эти подвески все что мог все плюсы и минусы были озвучены могу сказать то что за свою цену это вообще лучшие подвески которые есть но реально они очень крутые стоят локнаты любые колеса можно поставить 32 миллиметра в ширину внешний вид то есть все офигенно в этих подвесках ну и небольшие минусы там тюнинг заменить можно пивот капы поставить там кинпины я достачил но мне так собственно я думаю на этом обзор подвесочек можем завершать всем до скорых встреч с вами был жарков сергей лягу вам пока и еще раз спасибо систем фингерборд за поддержку пока